И также не каждого человека можно назвать братом. Не каждый заслуживает именно такого великого слова «быть и называться братьем». Поэтому мы должны выбирать себе таких братьев, которые заслуживают быть братьями. И сами должны быть такими братьями, которыми заслуживаем называться братьями. Как один ученый сказал очень удивительные слова, прям мне зашли в сердце. Он сказал, Когда ты себе выбираешь братьев, выбирай тех, как будто ты себе выбираешь людей, кого бы ты хотел видеть на твоем намазе джаназа. Когда тебя будут хранить, кого бы ты хотел увидеть в первом ряду, чтобы он молился, делал за меня дуа. Вот таких выбирай себе братьев, как один сказал великий ученый. Поэтому не каждый человек может называться братьем. То есть в судный день все будут друг от друга убегать и говорить на все, на все, спаси меня, спаси меня. А эти братья не будут убегать. Даже хадис, шафа, знаете, большой хадис, когда зайдут в рай, они скажут, мы, Субханаллах, ты нас ввел в рай, я, Аллах Субханаллах. Мы тут не чувствуем полностью вот этого удовлетворения без своих братьев. У нас братья в аду. Тогда Аллах Субханаллах разрешит им пойти и их вывезти оттуда. То есть они даже и там будут, эти искренние братья, не только в этой жизни, они и в вечности тоже будут братьями. Физдиль, вместе будут по тени Аллаха. И также в вечности. Мустамирра хатта фил-ахира. Даже в вечности в раю. В джаннате. Какой далиль? Аллах Субханаллах говорит в Коране. Прослушайте, это аят сердцами. Так как Аллах не спасал Кур'ан на сердца. Друзья друг к другу будут врагами, но есть исключение. Кроме богобоязненных. Богобоязненные братья в этой жизни, они в вечности будут тоже вместе. Поэтому сказано в хадисе, как сейчас мы в пятницу собираемся в мечети. Аминь. Скажите, братья, да Аллах, чтобы все, кто в эту мечеть пришел, и все мы верующие, каждую пятницу в раю собирались. Как сказано в хадисе. Будут собираться в Суху-ль-Джума на пятничном рынке в раю. И вместе будут вспоминать те дела, которые они вместе делали на Дунне. Будут говорить, помнишь, брат, мы сидели в мечети на Поклонной горе. Такого-то числа говорили про это братство. Субханаллах, когда были еще в Дунне. Аминь. То есть Джабир, когда уходил из этой жизни, чувствовал смерть, вот-вот уйдет, заплакал. И тогда сподвижники спросили, почему ты плачешь? Он говорит, из-за трех вещей. Первое, что я плачу, я сейчас, у меня тут братья, которые вместе мы были. Сейчас мы временно разлучаемся, разлука с братьями. Из-за этого плачу. Второе, я плачу из-за того, что поститься не будем там в раю. Там будем только отдыхать. А я так сильно любил поститься. То есть не просто он постился ради того, чтобы заслужить довольствие Аллаха. То есть ради того, чтобы закончить это дело, как бывает некоторые. Побыстрее бы Рамадан закончил, все. Острелялись, да? Нет, он полюбил именно сиям, полюбил пост, потому что Аллах и постальник его любят это. И также я плачу то, что уже ночные молитвы не смогу читать. Всю ночь читал тахаджот намаз, а там не будем читать, только будем отдыхать. За это плачу. Джабер, Радаллах. Посмотрите, какая была у них богобоязненность. Смотрите, один из подвижников перед смертью сказал следующие слова. Несмотря на их богобоязненность, несмотря на их таква, несмотря на это, но они все были скромными. На что он обратился к Аллаху и сказал, О Аллах, поистине ты знаешь, что если я был из тех, которые ослушивался тебя, то я поистине из тех людей, которые любят тех, которые подчиняются тебе. О Аллах, сделай мою любовь по отношению к тем, которые подчиняются к тебе, неким приближением к тебе. Субханаллах. Вот этим он приближался к Аллаху, субханаллаху ва теаля, к любовью по отношению к праведным людям. Хотя сам был праведником. Поэтому на сегодняшний день я смотрю, какие отношения. Бизнес только, деньги, то есть масалих, какие-то взаимные выгоды. То есть помоги мне в этом вопросе, я тебе в этом помогу. То есть дай мне тут, я тебе там дам. То есть не такое должно быть отношение у верующих, а должно быть именно искренним. И какая великая за это награда. Поэтому, как мы еще раз повторимся, это не какое-то знамя. Просто кричать, брат, брат, а сам ты его за спиной плохо о нем говоришь, кидаешь, обманываешь и так далее. Нет. Инна мэй тадамману хақаик анта куна ния халисат лиллай аззи ва чалля. То есть поэтому должно быть ният намерение ради Аллаха, субханаллаху ва теаля. Друг другу делали наставление. Субханаллаху один раз сделал одному брату наставление, хотя мы все нуждаемся в этом. Один он насыха, говорит, брат, вот так вот, не учи нас, что ты, у нас все нормально, о себе посмотри. Хорошо, субханаллаху, как я. Что говорит, если я где-то ошибаюсь, сделайте мне наставление. Вот так любили сахабы. Поэтому насыха друг другу, мы должны давать наставление. Где-то помочь, где-то нужно, где-то есть тяжело, например, финансово есть возможность помочь. Поэтому, если бывает такое, что человек иногда нам обращается, помоги мне в этом вопросе, мы как-то так вот относимся и не обращаем на это внимания. Поэтому, как сказал Хасан, Хасан Басар, рахмаллах, кана хаддухум ящику ме'зару бейнаху бейнаху бейнаххих. Раньше была одежда, какая у сахабов ме'зар, то есть такой некий, как полотенце, который снизу завязывается, как и храм, и сверху. Некоторые сахабы, говорят, у которого не было верхней накидки, он резал пополам и делил на двоих своим братом. То есть, поэтому, то есть, когда ты знаешь, что брат твой в чем-то нуждаешься, ты должен ему в первую очередь как бы помочь в этом, потом уже самому себе. Как сказал Аллах, Субхану Талли, в Кур'ане, Аллах, Субхану Талли, в Кур'ане, Аллах, Субхану Талли, в суратах, в девятом аяте, говорит, они себе что-то не докупают, себе что-то не додают, себе где-то защемляют, где-то что-то, даже сами они в этом нуждаются, но дают это своим братьям. И тот, кто смог свою душу освободить от скопости, от жадности, то этот человек преуспел, говорит, Аллах, Субхану Талли, в этой жизни и вечной жизни. То есть, это называется когда ты что-то делаешь, ради довольства Аллаха, взамен ничего не ждешь. Как Аллах в Кур'ане описывает, в суратах Иль-Инсан, истории, когда Али, рада Аллаху Анху, что-то заработал, принес муку, Фатемя приготовила из этого на ифтар, они подержали пост, приготовила лепешку. И пришел Ятим, проходит мимо сирота, они ему отдали. Дальше из остатка муки начали печь, Фатемя уже приближается время ифтара, еще лепешку, проходит Асир, пленник, ему отдали. Третью готовит, проходит Мискин, бедный, ему отдали, и ничего у меня осталось, кроме как воды на ифтар. И Аллах, Субхану Али, говорит, то есть они говорят, мы вас кормим, вам даем только ради удовольствия Аллаха, взамен не требуем от вас, не джаза, что-то, чтобы вы нас оболдарили в ответ, и даже слова благодарности нам не нужны, делаем ради Аллаха. И потом Аллах, Субхану Али, дальше, когда эти аяты длинные, аяты потом в конце, что говорит, то что они заслужили рай. То есть вы заслужили за это, это вам награда. И ваш поступок, он заслуживает благодарности в виде вечной райской обители. Поэтому бывает такой человек, когда помог кому-то, и потом напоминает ему. То есть, Субхану Аллах, там говорит, я тебе тогда-то помог, 20 лет назад, еще 100 рублей дал, и вспоминает 20 лет, как он помог-то, и так далее. Субхану Аллах. Поэтому этот маннан, в судный день, на него Аллах не посмотрит. Аллах, Субхану Аллах, не посмотрит на этого человека даже, разговаривать с ним не будет. Поэтому Аллах, Субхану Аллах, в Коране говорит, о верующие, не аннулируйте сами же свои садакат упреками. То есть, я тебе помог, я тебе тогда, или с сожалениями. Не должно этого быть. Ты сделал ради Аллаха, все, забыл. Но другой человек, по своему гилку, ахляку, не должен забывать, когда кто-то ему сделал добро. Поэтому должен, всегда об этом помнить. И это есть из чистых намерений, ахляка и нравственности человека. Ахляка.